приветствую тебя дорогой зритель и в этом видео у нас снова macbook air 11 ми 2012 года а 14 65 принесли с проблемой залили сладким чаем включается но при этом тормозит зависает работает плохо вот итак приступим и нам поможет консультации код барсик и кошка сонечка барсик смотри сюда вот и сонечка смотри сюда вот умница и мы приступаем вот он наш macbook air весь такой красивый наклейках берем отвертку пенталоп 1 и 2 миллиметра выкручиваем винты снимаем нижнюю крышку отстегиваем шлейф батареи вот я когда его принесли после залить и сразу выкрутил все винты и отстегнул шлейф батареи и закрутил винтики обратно для того чтобы вам показать как все это нужно делать вот видите шлейф батареи он отстегнут уже когда заливаете компьютер в первую очередь нужно найти отвертку разобрать и отстегнуть шлейф батареи потом отнести в сервис либо руководствуясь данным видео сделать это самому самостоятельно далее берем отвертку пенталоп 1 и 2 миллиметра и выкручиваем винты которые удерживают батарею так как нам заранее сказали что проблема печатает иероглифы надо будет посмотреть состояние шлифов идущих к трекпаду а также проверить шлейф клавиатуры которые также подстегнут к трекпаду увеличиваем вот видите в эту область попала жидкость и уже пошла деградация окисление отстегиваем шлейф проверяем состояние дорожек как мы видим дорожки белые здесь нормально у нас сейчас отстегнем шлейф клавиатуры и также посмотрим каком состоянии контакты чуть-чуть приподнимаем пинцетом к верху нам нужно будет отстегнуть фиксатор то есть приподнять его и тогда у нас будет возможность извлечь шлейф вот фиксатор мы открыли теперь чуть-чуть подтягиваем с нижней части к верху вот шлейф отошел и тут мы видим окисленные контакты вот видите эти места окислились все это нужно будет зачистить хорошо что принесли сразу после залить им если бы он так полежал какое-то время то клавиатуру пришлось менять из-за того что шлейфы окислились и деградировали вот так же следует в первую очередь отстегнуть шлейф дисплея проверить там все чисто отстегиваем шлейф трекпада смотрим на контакты также все чисто изучаем внимательно плату места где есть окисление но в целом материнская плата в порядке берем снова боковой пинцет и отстегиваем антенные кабели за основание потом отверткой t5 выкручиваем винт ssd накопителя давайте его поближе посмотрим если на нем следы нашего чаю так нашел немного заметны все это следует очистить спиртом и зубной щеткой далее берем отвертку и выкручиваем винт вай фай модуля также его проверяем на предмет окисления по всей видимости вай фай модуль у нас чистый на нем отсутствует следы залить и отстегиваем шлейф подсветки клавиатуры а также отстегиваем кишлей с коннектором динамиком далее ногтями приподнимаем к верху шлейф а и power board платы также следует его проверить на окисление видите индикатор белый то есть шлейф не пострадал отлично убираем его в сторону далее берем отвертку t5 и выкручиваем винты радиатора процессора там всего 4 винтика для того чтобы аккуратно извлечь радиатор процессора следует следом выкрутить винтики кулера вентилятора охлаждения данного macbook air там их три штуки имейте еду они отличаются поэтому сразу запоминайте что откуда выкрутили отстегиваем фиксатор шлейфа кулера аккуратно пиццетом извлекаем и приподнимаем к верху смотрим кулер также следует почистить лопасти так как они со временем запылились и пыль на нем окаменела теперь вправо-влево и приподнимаем наш радиатор смотрите он забился его давно не чистили вот я пинцетом скатываю пыль для того чтобы вам показать поближе вот все это приводит перегрева процессора и сразу видно что термопасту давным-давно не меняли она совсем окаменела вот отстегиваем следом шлейф power board платы сама материнская плата прикручена на три винта поэтому вооружившись отверткой т5 выкручиваем эти три винтика и запоминаем плату мы снимаем для того чтобы посмотреть попал ли наш чай на обратную сторону материнской платы найти там окисление и также спиртом и зубной щеткой удалить если они есть далее переходим power board плати она прикреплена на один винт выкручиваем его отстегиваем шлейф динамика затем отстегиваем с фиксатора шлейф микрофона который установлен корпус и приподнимаем сверху изучаем на предмет окислений после залития чая ну кроме пыли окисленных элементов я не нашел убираем в сторону руками приподнимаем материнскую плату смотрим вот видите она достаточно пыльную так как он ни разу не чистился вот следы залить и не обнаружен эту сторону также детально изучаем также следов сладкого чая не обнаружены все достаточно хорошо переходим дальше корпус внутренней стороны у нас пыльные сладкий вот когда-то здесь уже меняли клавиатуру и трекпад посему видно есть наклейки китайский вот видите следы залить и сейчас мы возьмем влажную микрофибру и очистим все места залить и вместе с пылью продолжаем берем ватную палочку капаем на нее спирт достаточное количество нижнюю часть трекпада плату зачищаем спиртом достаточное количество наносимого потом берем зубную щетку чистую еще добавляем спирта и зачищаем все последствия окислений на коннекторе клавиатуре и разъеме клавиатуре то же самое почистим область на ssd накопители снова берем зубную щетку отдельную для очистки пересохший термопасты аккуратно зачищаем нашу пересохшую термопасту чтобы не соскобить кристалл и то же самое следует сделать с радиатором охлаждения прям тщательно также отдельно тряпочкой микрофиброй протереть радиатор чтоб он блестел потом взять не очень жесткую малярную кисть и зачистить от пыли материнскую плату с обеих сторон и то же самое повторить с power board платы берем фигурную отвертку выкручиваем 4 винта кулера чистим лопасти зубной щеткой и малярной кистью а также берем масло и лица team 211 смазываем его и собираем обратно затем возвращаем материнскую плату обратно в корпус подключаем все все шлифа и собираем ее берем ватную палочку смачиваем ее в спирту зачищаем кристалл процессора то же самое делаем на радиаторе потом берем хорошую термопасту в моем случае это arctic mx4 наносим достаточное количество если нанесли слишком много можно будет убрать лопаткой лишнее равномерно распределяем по площади кристалла можно также немножко нанести остатки на обратную сторону радиатора кладем сверху таким образом чтобы не придавить иначе наша термопаста вытекет из боков и перегрев останется закручиваем винты по диагонали а потом их затягиваем возвращаем обратно в корпус наш кулер вентилятор и также прикручиваем его на три нестандартных винтиков после того как кулер прикручен можно будет вернуть обратно наш ssd фиксируем его на винтик возвращаем шлейф power board платы материнской плате кладем нашу батарейку обратно в корпус и прикручиваем ее винтами имейте ввиду винты там разные не отличаются поэтому запоминайте при разборе что откуда выкрутили нижнюю крышку macbook pro также со внутренней стороны нужно будет влажной тряпкой протереть от пыли и грязи и так macbook предварительно собран но я не стал пока закручивать винтики давайте подключим внешний жесткий диск загрузимся со внешней операционной системы с тестами и протестируем модуль на каждую часть вот тут сонечка советует не торопиться нам после загрузки системы в первую очередь будем проверять внутренние ssd накопитель состояние smart программа показала что ssd в отличном состоянии проблем с ним нет затем для проверки запускаем коконат батареи смотрим емкость батареи 76 целых и семь десятых процента также циклы и возраст батареи батареи в порядке запускаем fan control смотрим температуру и обороты все в порядке проверяем подсветку клавиатуры в принципе работает нормально далее запускаем виртуальную клавиатуру создаем папку и проверяем каждую буковку вроде никаких символов не печатают все нормально запускаем приложение benchmark даем два часа поработать на максимальной нагрузке температура 81 градус отлично все работа температура после отключения теста вышло не больше 60 градусов отлично 60 градусов простой это стабильная нормальная рабочая температура когда ничего не происходит вот но думаю на этом все данный macbook air прошел все тесты положительно больше на нем нет никаких проблем он теперь не зависает работает стабильно клавиатура работает трекпад работает в общем все окей благодарю за просмотр ставьте лайки комментируйте пока пока